Всем привет, с вами снова Руди, и сегодня я расскажу вам про Мёрдока. Это некий космический полицейский, попавший волею случая в мир Агоры. Многим своим видом он напоминает судью Дреда из одноимённого фильма. Это классический АДЦ, дамагер, один из тех персонажей, от науков которого зависит результат замеса, а то и всей игры. Хотя за время раннего доступа этот персонаж и получил несколько ощутимых правок, как в части карт, так и по своим непосредственным характеристикам, но он по-прежнему остаётся коричу любимым как среди русскоязычного, так и забугорного комьюнити. Давайте же пройдёмся по основным умениям нашего Мёрдока. На левую кнопку мыши у нас расположена стандартная автоатака. Про неё можно определённо сказать только одно – учитесь попадать по любым движущимся целям, ведь основной урон Мёрдок наносит именно ей. На правую кнопку мыши расположен щит. Данное умение активизирует призрачный щит перед персонажем. При нажатии на левую кнопку мыши Мёрдок деактивирует его, отталкивая противников, расположенных прямо перед ним, и наносит им небольшой урон. На кнопку Q у нас стоит умение картечь. Мёрдок стреляет из дробовика, нанося урон ближайшим противникам перед собой и снижает им энергетическую броню. На кнопке E расположена умение статическая ловушка. Мёрдок в указанной области устанавливает ловушку, при попадании в которую противник теряет скорость перемещения и получает небольшой урон. На R, как и всегда, назначена абсолютная способность, под названием «Власть закона». Мёрдок переключается в особый режим, когда противники становятся видны по всей карте для него. Хорошенько прицелившись, герой выстреливает, будто из рейлгана, нанося огромный урон всему, что встало на пути его луча. Что стоит заметить, луч не имеет ограничений по дальности. Противника можно хорошенько ранить или добить уже будучи на своем фонтане. Итак, в какой же последовательности нужно прокачивать данное умение? Мнения на этот вопрос порой расходятся, но я предлагаю вашему вниманию свою сборку. Кто-то может с ней не согласиться, но я не говорил, что моя сборка может быть единственно верной. Первонаперво все три умения качаются до единицы, и ловушка, и картечь, и щит. Далее до упора прокачивается картечь, попеременно с ультимативной способностью. Если у вас стоит выбор качать ловушку, либо щит, я вам предлагаю качать щит. У Мердока на данный момент доступен следующий набор образов. Первый это стандартный, доступный всем игрокам скин. После приобретения набора претендента, игроку открывается образ претендент Мердок, который отличается от стандартного только желтым цветом. После прокачки до десятого уровня, игрок получает скин мастер Мердок, которого я вам сейчас демонстрирую. Не так давно были добавлены еще три дополнительных образа. Это палач Мердок, очень темный черный комплект с синими вставками. За выполнение задания игроки получили король Мердок. Очень яркий и броский скин. И также был добавлен скин Змеиный Укус, который отличается даже самой моделькой, а не только его расцветкой. И это самый красивый на данный момент образ для Мердок. Давайте теперь проговорим про билд, который есть у меня. Главной картой взят Архимаг, дающий энергетический урон. Другого варианта для этого персонажа и быть не может. Вообще, основой моего билда является энергетический урон и скорость атаки. В свете давних правок для меня потеряли актуальность вампиризм и критический урон, хотя они здесь также имеют место быть. Просто надежда на них куда меньше, чем раньше. Первым делом двумя картами я беру Посох Вихрь и полностью их прокачиваю. Ну, то есть улучшаю. Улучшаю я их двумя картами на урон и одной картой на скорость атаки. После полного улучшения данная карта также дает бонус к урону и скорости атаки. Если в команде противника более одного танкообразного персонажа, кто собирает энергетическую защиту, то я уже третьей картой советую вам взять Ненавистника. Эта карта дает вам энергетическое пробитие. И стоит всего два очка карт. Я вам рекомендую оставшееся одно очко потратить на Малый Шок, который также усилит эффект пробития. Четвертой картой, или если толстых противников совсем мало, я собираю Скипетр Мага Разлома. Улучшаю ее на урон и шанс крита. Все же крит должен быть у любого АДЦ, но фанатеть от него так как раньше уже не стоит. Сразу же после появления шанса критического урона, мы просто обязаны взять Агорский Скипетр, который дает 50% увеличение урона от крита. Разгоняется данная карта также энергетическим уроном. Последней картой вы можете играться как вам заблагорассудится. Я действую из следующего расчета. Если в команде противника есть много скиловых милишников с физическим уроном, то я закупаю физическую броню, то есть закаленную пластину. Если в команде противника есть много энергетического урона, и ребята достаточно умело им обращаются, я беру настроенный барьер. И тем самым повышаю свою живучесть. Если же вы ощутимо опережаете всех ваших соперников по эквипу, то вы можете форсировать свои усилия за счет выстрела в сердце. Данная карта имеет пассивку со следующим эффектом. При убийстве противника вы получаете буст к скорости. Данную карту можно даже не улучшать, но если вы захотите, она разгоняется только на скорость атаки. Безусловно, данный билд вам может использоваться как базовый, и каждый будет его редактировать под себя. Но в целом, я надеюсь, он окажется вам полезным и даст возможность сыграть лучше и чуть продуктивнее для своей команды. Мердок в любом замесе является основным источником урона по противнику. Как бы ни складывался матч, Мердок является тем, кто должен убивать, и тот, над чьей защитой должны думать танки и саппорты. Главное, не лезть им вперед и отстреливать всех в радиусе поражения, не попадая в толпу противника и избегая ближнего боя настолько, насколько возможно. В самом начале игры первостепенная задача Мердока это фарм, фарм и еще раз фарм. К миддлгейму вы должны уже опережать всех по числочков карт. Наверстывайте и бустите свое положение любыми возможными способами и постоянно мониторьте карту. Ваша ульта может принести как вам, так и вашей команде пользу на любом участке карты, где бы вы ни находились. Добить противника или же внести психологический фактор в очередной из замесов вы сможете, даже если не успеваете туда прибежать сами. В лейте вы лезете во все замесы, куда можете, но имейте ввиду, от вашего выбора целей также многое зависит. Спускать весь урон в танка или живучего саппорта не является хорошей идеей, учитывая, что в это же время противник будет вливать урон именно в вас. Старайтесь выискивать дамагеров и недобитков, чтобы лишить противника либо ДПСа, либо обеспечить команде численные преимущества. На этом у меня по мёрдоку всё. Подписывайтесь на канал, пишите ваши отзывы, оценки и комментарии. Всем спасибо и до новых встреч!